Со списком мы разобрались. Как вы сами видели, у нас высокие лошадки, когда мы пытались отредактировать один элемент на отдельной странице. Все это потому, что мы не сделали, не создали форму редактирования. Давайте исправим это отпущение. Сначала я хотел бы разобрать общие принципы работы данной формы. Можно выделить следующий функционал, как правило требуемой административной страницы редактирования. Это защита страницы от несанкционированного доступа, получение подготовки данных формы, вывод формы редактирования в удобном для пользователя виде, обработка изменения данных формы с анализом ошибок. Возможности API, предназначенные для формирования административных страниц, позволяют реализовать эти функции практически независимо друг от друга. В качестве удобного для пользователя вида формы предполагается возможность создания формы, разбитого на страницы с динамическим переключением между ними посредством именованных кладок. Давайте разберем схему работы административной страницы редактирования. Сначала у нас есть костяк страницы, в котором осуществляется подключение соответствующих заголовков, подключение языковых файлов, проверка прав доступа и инициализация соответствующих модулей. У нас есть настройка интерфейса, где мы можем настроить закладки и настроить административное меню. Также у нас есть выборка и подготовка данных, где мы осуществляем выборку данных. Соответственно, в случае, если мы открываем страницу редактирования на редактирование уже существующего момента, либо получение данных из формы и инициализация данных. Также у нас есть блок, отвечающий за обработку и сохранение данных. Этот блок у нас принимает данные из формы, выполняет их обработку и выполняет редерех при отсутствии ошибок. Соответственно, редерех выполняется только в том случае, когда у нас нет ошибок, и если нет ошибок, у нас произошло соответствующее изменение. Запись была занесена в базу данных, и все прошло успешно. Далее у нас есть часть вывода. Вывод у нас выводится в административное меню, информационные сообщения, это ошибки, те или иные, и уведомления. Допустим, о успешном сохранении. А также форма, собственно, сама форма с закладками, это, собственно, вывод самой формы, вывод кнопок отправки и связь с сообщением об ошибках. Разберем создание формы в административном интерфейсе. В качестве примера мы будем использовать административную страницу модуля подписка и рассылка, то есть, соответствующий, продолжим нашу работу. И сделаем в нашем модуле редактирование подписок и рассылок, но теперь детальную страницу. Для начала нам необходимо в нашем модуле создать файл рубрик edit.php. Давайте, соответственно, этим и займемся. Также создаем в папке admin.rubr credit. Для начала аналогичным образом, как для списка элементов, создадим костяк страницы. Подключаем все необходимые файлы. Подключаем языковые файлы. Получаем права для доступа до текущих пользователей на модуле. Если нет права, отправляем в форме авторизации сообщения в вошитке. Оставляем место для серверной обработки и подготовки данных. Дальше у нас идет второй общий пролог. Аналогичным образом абсолютно, как только что мы делали. Далее, вывод страницы у нас здесь, резервируем место. И эпилог. Соответственно, структура идентичная. Это костяк страницы. Также, как и на списке элементов, на странице редактирования элемента мы должны использовать язык лейфайл. Делаем все то же самое, что делали для списка элементов. Также мы уже обсудили для того, чтобы у нас текущая страница работала. Так как мы не можем, нет доступа к каталогу в Bittrex Modules, нам необходимо соответственно создать в Bittrex Admin соответствующий файл, к которому мы будем иметь доступ, и там сделать подключение нами созданного файла. Функционал страницы. Как видно из схемы, весь функционал страницы условно можно разделить на несколько частей. Это обработка и подготовка данных, куда включается обработка и сохранение изменений, выборка и подготовка данной с формой, настройка интерфейса закладок и парамет административного меню страницы. И вывод данных. Это вывод административного меню страницы, вывод сообщений об ошибках, вывод формы редактированности с метками закладок. В процессе работы нам потребуются экземпляры следующих классов. Это класс для вывода формы, разбитый на странице с динамически переключаемыми закладками. Также класс для работы с административными сообщениями, класс для работы с панелями административного меню действий. Прежде чем приступим к коду, давайте посмотрим, что же у нас в результате должно получиться. Вот нами наш созданный список. Нажимая «Изменить» попадаем на страницу редактирования. В ходе работы мы должны провести обработку, подготовку данных, которую мы не можем визуально здесь отобразить, и вывод данных. В результате вывода мы должны вывести административное меню страницы. Вот мы его здесь можем наблюдать, собственно. Вывод формы редактирования с закладками. Вот, собственно, с закладки. Все у нас здесь это и есть. И вывод сообщений об ошибках. Ну, чтобы увидеть сообщения об ошибках, давайте соберем обязательное поле названия. Нажимаем «Применить». Вот, собственно, у нас сообщение об ошибке. Вот, что у нас в результате нашего кода должно получиться. Перейдем к обработке и подготовке данных. Начнем сначала с настройки интерфейса закладок. Административную форму можно разбить на страницы. Я думаю, если вы работали с битрексом, вы это уже прекрасно видели на примере, допустим, редактирования элемента инфоблока. Там переключение происходит при помощи закладок. Для описания структуры закладок нужно создать массив, элементами которой являются ассоциативные массивы, которые могут содержать следующие ключи. Далее нужно создать эксцентра класса cv-end-tab-control и передать ему следующую структуру. Сразу после проверок прав доступа у нас будет две закладки. Соответственно, все это мы добавили. Далее. Обработка и сохранение изменений. Сначала определим несколько перемен, которые нам понадобятся впоследствии. Это обязательно идентификатор редактированной записи. Объявим перемен для сообщения в ошибке. И объявим в флаг данные, полученные с формы, обозначающие, что вводимые данные, полученные с формы, а не из баз данных. Необходимость сохранения изменений мы определим по следующим параметрам. Это страница вызвана методом POST. Среди входных данных есть идентификаторы кнопки сохранить и применить. Если эти условия соблюдены и пройдена проверка безопасности, можно сохранить переданные скрипту данные. Мы комментируем, что мы в текущий момент делаем. Прежде чем что-то делать, соответственно, делаем проверку. проверка мета вызова страницы, проверка нажать кнопку сохранить и применить, то, что у нас значения пустые, проверка наличия прав на запись для модуля, и проверка индивидуальной сессии. Если эти все проверки мы успешно прошли, создаем экземпляр класса C-рубрик, и, соответственно, занимаемся обработкой данных форм. Здесь активность, имя, сортировка, описание, сайт язык и ряд других параметров. Соответственно, сохранение данных дальше. Здесь обязательно надо сделать следующую проверку. Соответственно, если у нас ID не равен нулю, то есть больше нуля, соответственно, элемент уже есть, нам нет необходимо создавать новый, нам необходимо элемент обновить. Поэтому массив параметров, который мы выше обозначили, мы обновляем. А если, соответственно, это новая запись, то производим добавление. Здесь, смотрите, соответственно, если у нас ID больше нуля, то мы записываем значения, для чего. Для того, чтобы мы знали, что нам в дальнейшем после текущего действия делать. Если сохранение произошло удачно, то есть рез, соответственно, у нас будет true, перенаправляем на новую страницу. В цели защиты от повторной отправки формы нажатием кнопки «Обновить» в браузере. То есть, чтобы вы не могли в форме бесконечно нажимать F5, соответственно, и у вас форма бесконечно не отправлялась. В случае, если успешно все прошло, если была нажата кнопка «Применить», отправляем обратно на форму. Если же была нажатая кнопка «Сохранить», оправляем к списку элементов. В противном случае, если у нас в процессе сохранения возникли ошибки, получаем текст ошибки и меня выше определенной переменной. То есть, у нас установили, что мы ниже знали, что у нас в сохранении формы произошло с ошибками. Выборка и подготовка данных до формы. Для начала определим значение по умолчанию. Все данные, полученные из баз данных, будем сохранить в переменную с префиком «Стр». Комментируем, что у нас данный текущий кусок входа делает. Определяем набор значений по умолчанию. Выбираем данные. Подготавливаем полученные данные и устанавливаем заголовок к странице. Также мы можем сделать дополнительную подготовку данных. Что мы с вами сейчас сделаем. Итак, давайте далее создадим параметры административного меню. Административное меню формируется в виде массива, элементами которой являются ассоциативные массивы следующей структуры, которую вы в данный момент видите на экране. Мы, среди прочего, можем указать текст пункта «Меню», ссылку на кнопки, дополнительные параметры до ссылки, указать признак того, что у нас новый блок-элемент меню, а также задать выпадающий подпункт. Есть возможность задать пункт меню в виде HTML-кода напрямую. Обозначим как вывод формы и после общего второго пролога соответственно добавляем наш код. конфигурация административного меню, а также в случае, если ID элемента больше нуля, ну, то есть, соответственно, добавляется не новый элемент, то добавляем еще дополнительные параметры. Создаем экземпляр класса административного меню и выводим административное меню. Далее, если есть сообщение об ошибках или об успешном сохранении, то обязательно вводим соответственно эти сообщения. Если у нас все присохранено произошло успешно, ID больше нуля, увидим сообщение неуспешного сохранения. Если есть сообщение какое-либо вводим и соответственно если у нас есть ошибка, то тоже все это выводим. Далее вводим собственно форму. Для инициализации механизма закладок и вывода панели заклада следует использовать метод c-admin-tab-control begin. Для разделения закладок c-admin-tab-control begin-next-tab дает завершение c-admin-tab-control and вставляем это все. Давайте подробнее остановимся на фермировании верстки формы. На что здесь стоит обратить внимание? На начало формы собственно techform здесь две вещи на которые стоит обратить внимание это action здесь мы передаем с помощью функции get-curve-page текущий адрес страницы action у нас в теге форм служит для того чтобы обозначать то место тот URL страницы на который будет отправляться данные после отправки формы и вторая вещь в данном случае это bitrix session post это проверка индификатора сессии то есть здесь у нас формируется индификатор сессии с помощью которого после отправки формы можно проверить что у нас форма не подделана и данные которые пришли им можно доверять их можно использовать далее с помощью функции begin мы отображаем заголовки закладок и открываем первую закладку с помощью функции begin next tab также я хотел бы обратить внимание на то что здесь мы не используем никакой особенный HTML код а также не открываем таблицу и не закрываем ее не используем теги table и тому подобное но внутри мы уже используем теги trtd соответственно формируем строки и ячейки таблицы а соответственно заголовки таблицы у нас уже автоматически с помощью ранее описанных функций begin next tab формируются единственное стоит обратить внимание здесь на то что нам необходимо использовать языковые переменные с помощью getMessage мы выводим заголовки полей также мы можем здесь использовать специальные API функции в данном случае у нас selectbox используется для того чтобы вывести выпадающий список выбора сайтов далее мы с вами не закрывая предыдущую вкладку с помощью begin next up открываем новую на это тоже стоит обратить внимание вкладки у нас только открывается не закрывается аналогичным образом здесь мы используем getMessage но используем еще одну функцию API это календар дата она у нас используется для того чтобы вывести поле куда можно ввести текущую дату но отличие от стандартного input type текст в том что там у нас есть иконка при нажатии на которой у нас выводится календарь вот я вам сейчас продемонстрирую вот это собственно поле где мы можем руками вписывать и соответственно мы можем выбирать дату и время и в самом низу формы с помощью функции buttons мы выводим кнопку сохранения изменений в данном случае мы передали параметр передаем параметр disable если у нас права доступа недостаточны то есть мы не можем сохранить изменения а также обратно адрес страницы на которой нам необходимо после успешного сохранения перейти ну и в самом конце с помощью функции add мы завершаем интерфейс закладок еще раз повторю нам нет необходимости с помощью закрывающего тега table или какого-то иного закрывать нашу верстку мы используем только tr и td для формирования строк и колонок нашей таблицы для вывода форма мы можем использовать существующие функции для работы с элементами HTML они позволяют нам возвращать уже готовые сформированные HTML по параметрам которые мы в них передали более детально вы можете ознакомиться с ними в документации как указано на схеме можно осуществлять связь между полями формы сообщениями об ошибках указан непосредственно на те поля которые указаны ошибочно это вот мы дополнительно вставляем код и механизм закладок предоставляет также интерфейс динамического управления закладками посредством JavaScript в качестве примера предоставим блокирование закладки вставляем необходимый JavaScript ну и завершаем нашу страницу информационным сообщением указываем то что у нас все поля со звездочками являются обязательными ну и логическим завершением страниц у нас является эпилог вот в принципе все мы научились обновляем переходим вуаля как видите да выбор сайта соответственно активность выключена сортировка и тоже о чем я только что говорил автоматическая федерация именить вводится сообщение в ошибках в принципе все работает опять